Всем привет! Привет! Меня зовут Наталья и вы находитесь на моем канале о вязании для детей. Не собиралась я сегодня снимать видео, как-то показывать особо нечего, но потом буквально ночью пришла идея, почему бы не устроить в честь 8 марта распродажу на мастер-классы, так как у меня, моя аудитория непосредственная, это девушки. Поэтому этому видео быть. Поздравляю вас с наступающим 8 марта. Желаю, чтобы в вашей жизни было только всё светлое, доброе, позитивное, побольше цветов, побольше улыбок, побольше солнца, чтобы все ваши и творческие, и личные, и рабочие начинания все сбывались, все получались с наступающим вас праздником. И в честь 8 марта будет действовать скидка на все МК, мастер-классы, то есть это будет 7, 8 и 9 марта, 3 дня, скидка 50%. Ссылку на группу ВКонтакте с мастер-классами я оставлю, там нужно зайти в товары, и все скидочки там прописаны, какой мастер-класс, сколько сейчас стоит. Единственное, не суммируются с какими-либо другими акциями скидки. Поэтому переходите, смотрите, вдруг кому-то что-то понравится. Знаю, что многие ждали этих скидок, ну вот скидком быть. Дальше. У меня тут уже весеннее настроение. Я думаю, в начале видео вы видели красивую заставочку с этими тюльпанами. Если кому-то нужно, давайте оставлю ссылочку. Я их покупала на Валбересе. Покупала два букета, розовые и белые. Там по 10 штук в букете. Мне кажется, смотрятся очень хорошо, прям как вот... Очень сильно приближенные к живым, скажем так. Это не реклама. Не подумайте, делюсь от чистого сердца, потому что давно искала какие-либо красивые, ну вот, весенние цветы, чтобы поставить домой, но все было, вот, знаете, ну не то. Вот прям они очень-очень были странные. А эти больше похожи на живые. Они, если я не ошибаюсь, они силиконовые. И на ощупь приятные, и по внешнему виду очень достойно выглядят. Поэтому, если кому-то тоже интересно, оставлю ссылочку. Так, дальше. Раз уж подключилась, давайте расскажу некоторые новости. Покажу несколько готовых работ и покупочки. Покупочки, подарочки есть у меня. Новости. Я, сегодня у нас вторник, получается, в субботу, да, в субботу, я добровольно покинула марафон на вяжу к лету. Ну, не идет мне в этот раз этот марафон. Очень много забирает времени, очень много забирает вот эти вот... вспомнить, отфотографировать каждый процесс буквально. Я понимаю, что это все нужно для честности, но, как бы, чересчур это там уже все, если честно. И все бы ничего, если бы у меня была куча этого свободного времени, чтобы каждый процесс отфотографировать. То есть, даже если ты там вяжешь всего 3 петельки за день, нужно каким-то образом сделать 2 фото. Поэтому у меня времени свободного нету. Я решила себя не заставлять делать то, что мне не нравится. Ну, и на самом деле, как бы, да, я там понимаю, девочки к ярмаркам вяжут по 500 игрушек мелких, плюшевых. Мне не нужно такое количество игрушек. Я не собираюсь участвовать в ярмарках. Поэтому вот тот марафон мне шел вот прям к Новому году, когда был прям легко, скажем так. Сейчас я каждый день заставляла себя делать эти фото с еще с табличками, с отчетами. Делать, вязать, садиться, если я не хочу, а мне все равно нужно. Поэтому я решила, что я не хочу себя заставлять. И вышла из марафона добровольно. Надеюсь, я не пожалею об этом. Ну, в принципе, я не жалею. Потому что, если честно, я почувствовала себя намного свободнее, что ли. Что я вот не привязана теперь. Потому что вот, например, мы в воскресенье ездили на день рождения к племяннице в другой город. Я вообще не вязала ни петелечки, и мне не хотелось этого делать. А если бы я продолжила участие в марафоне, то мне пришлось бы сделать еще и два фото, каким-то образом успеть ее отфотографировать. Поэтому я не жалею пока что, по крайней мере. Думаю, что все, что не делается, все к лучшему. В любом случае, ни корову уж я там и ни квартиру выигрывала. Дальше. Из новостей еще. Я в прошлом видео вам говорила по поводу того, что не знаю, что дальше делать. На наличие вязать, на заказ вязать. Потому что понимаю, что мне на наличие вязать больше нравится, чем на заказ. В общем-то, решение я приняла. Кто на меня подписан в запрещенной сети или в ВК, уже, наверное, видели мой пост. Я решила, что заказы будут, но в меньшем количестве, чем раньше. И чтобы был стимул покупать из наличия, на все наличие будет скидка 10%. А на заказ уже, соответственно, дороже. Пока что цены я не поднимаю. Я сейчас наблюдаю за ситуацией, опять же, на рынке с пряжей, с фурнитурой. Знаете, как-то вот прыгает. То поднимут, то опустят. Но пока что, вроде как, незначительно идут скачки эти. Поэтому я пока что наблюдаю. Если будет значительное повышение цен на пряжу, на фурнитуру, то, соответственно, и я тоже цену буду повышать. Но пока вот так, на наличие со скидкой, из наличия, если покупать со скидкой 10%, все наличие. Если на заказ, то по обычной цене, без каких-либо скидок. Чтобы как-то было всем, скажем так, интересно и выгодно. И я думаю, что именно таким образом я закрою свою потребность в творчестве больше вязать на наличие именно то, что я хочу, а не на заказ. Так, вроде бы как с новостями все. Давайте вам покажу готовую работу. Их у меня совершенно немного. Я связала погремушку-осьминожку в мятном цвете, уже ее отправила. Если не забуду, то сейчас вставлю фотографию. И я вам говорила, что хочу пообновлять фотографии с игрушками вообще какими-либо. И вот у меня тут связались несколько погремушек. Вот, например, мишка в таком ярко-розовом воротничке, зайка в мятном. И буду делать фотографии вот этого, наверное, мишку я вам тоже не показывала в белом воротничке. Тоже он был связан за последнее время. И вот хочу вот такого плана. Ну, конечно, три игрушки маловато. Если бы пять было, было бы вообще идеально. Но все равно хочу пофотографировать, чтобы были в разных интерпретациях, с разными цветами. Может быть, потихонечку буду еще что-то добавлять. Но вот пока три мишки у меня получается. Вот примерно такая фотография. И вот с зайками у меня зайк пять. Зайк чуть-чуть побольше. И будет как-то вот так. Кстати, у меня просили, был комментарий, чтобы я сняла мастер-класс подробный, как я фотографирую и прогресс моих видео. Я не фотограф, профессионально, чтобы снимать на эту тему мастер-классы. Плохо вот этого видно. Ну, примерно вот так понятно, да? Естественно, тут фон будет и все прочее. Я не фотограф, чтобы снимать мастер-классы по фотографиям. Могу вкратце просто рассказать, что я использую. Это белый фон, белый ватман. Это какой-либо реквизит, например. Вот мне очень нравится с цветами. Зимой, перед Новым годом, у меня там пару месяцев еловые веточки какие-то были красивые. С ними очень яркие фотографии. Они сами по себе же яркие, зеленые. И с ними очень яркие фотографии получаются. Дальше. Это, естественно, хороший дневной свет и хороший свет с лампы. Использую белый свет. Лампа холодный, белый свет. Поэтому, но скажу так, если дневного света нет или мало, никакая лампа не поможет сделать хорошие фотографии. Очень часто использую отражатель. В качестве отражателя просто фольга, натянутая на деревянную дощечку. Прислоняю ее вот так. Например, окно вот с этой стороны у меня. Здесь отражатель. Я ее прислоняю отражатель и фотографирую. Так меньше теней получается. Все, в принципе, у меня больше нет каких-либо там секретов для фотографии. Самый главный секрет – это белый фон и освещение. Абсолютно больше ничего я не использую. Показывать прогресс фото. Ну, не знаю, есть ли смысл. Да, раньше фото были совсем другие. Когда я начинала, они были темные, они были желтые. Сейчас я и редакторами научилась обрабатывать, высветлять. Например, я использую программу Snapseed, если правильно я называю. Подпишу давайте под видео. Если вдруг забуду подписать, напишите мне, пожалуйста, потому что я часто забываю то, что обещаю. Использую программу Snapseed. И там совсем немного я редактирую. Я убираю желтизну, то есть в холодный оттенок перевожу. Высветляю чуть-чуть и добавляю насыщенности. Потому что после высветления все равно теряет цвет картинка. И как бы все. У меня больше нечего рассказывать, показывать. Ну и показывать фотографии, которые у меня были там три года назад. Ну не знаю, зачем. Вы можете в том же, например, Instagram зайти и посмотреть, какие у меня были фотографии. Изначально я ничего не удаляла. Может быть там буквально парочку самых-самых первых. Ну вот как-то так. С готовыми работами на этом все. К сожалению, я так и не сделала мастер-класс на тяночку жирафа. Поэтому честно, не хватает у меня времени именно вот в дневное время все отфотографировать. Потому что сейчас как-то очень насыщенно все. И дома нахожусь мало, чтобы вот при дневном свете делать фото на мастер-класс. Я его делаю, но делаю буквально потихоньку. Потому что сами, да, наверное, представляете, что такое вязать игрушку для мастер-класса. Ты там провязал три рядочка, сфотографировал. Провязал пол детали, сфотографировал. Если там какой-то сложный момент, то же самое. Там фотографируешь постоянно. Сборку фотографируешь. То есть все нужно вязать именно при дневном свете, чтобы были хорошие фотографии. Поэтому пока он у меня в работе. Но обещаю, что следующее видео не выпущу, не сниму на канал, пока не сделаю мастер-класс на игрушку. Потому что самое уже стыдно за то, что я все это задерживаю. Обещаю, обещаю и задерживаю. Ну и давайте покажу вам подарочки и покупочки. Давайте начнем с подарков. Я подписалась на одну группу ВКонтакте, где проходят розыгрыши всяких призов. Розыгрыши для рукодельниц. И там разыгрывают в основном мастер-классы. Но бывает, что есть и пряжи, фурнитура, какие-либо наборы. И я выиграла вот наборчик Ярнар Дольче Бэби. Не знаю даже, почему я выбрала пряжу, а не мастер-класс. Еще и за доставку сама заплатила. Но цвета как бы... В принципе, я всегда найду, куда, естественно, пристроить эту пряжу. Но цвета такие, скажем так, специфические. Но тем не менее, раз уж я выиграла, я решила... Там выбираешь. Если вот выиграл, там потом тебе присылают. И ты выбираешь, что ты хочешь, именно какой приз. И я решила, раз уж я выиграла, несмотря на то, что доставка у меня обошлась примерно столько же, сколько и стоимость пряжи, я все равно решила забрать свой подарок, чтобы не гневить судьбу, не гневить фортуну. Вот выиграла, да, и отказалась от подарка. Но тем не менее, это очень приятно. Выигрываю я не часто что-либо, где-либо. И выиграть вот такой небольшой приз, еще и именно в материальном каком-то плане, это очень приятно. Давайте вам оставлю ссылочку на эту группу ВКонтакте. Там прям постоянно проходят розыгрыши. И я вот в первом начала участвовать и в первом же выиграла. Поэтому думаю, что будет интересно вам и для той группы будет поддержка. Дальше. Тоже из подарочков. Это уже подарки на 8 марта. Мне моя родственница подарила вот такой органайзер. Она шьет сама их. И вот такая замечательная сумочка проектная, наверное, у меня будет. Для каких-либо поездок буду брать с собой. Удобно, вместительно. И она мягкая, слишком много места не займет. В сумке, например, вот положил, да, и именно по объему будет. И вот такие красивые ножнички. Я, кстати, от таких ножничков давно мечтала. Пошуршим. И у меня ножничек нету. Я все пользуюсь обычаем. И мне вот прям под мои рукодельные запросы подарили вот такие вот подарочки. Очень приятно, когда знают, чем занимаешься. И дарят вот именно то, что тебе нужно. А не, например, там блокнот какой-нибудь. Но я, конечно, и блокноту рада, потому что я блокноты тоже люблю. Но вот это вот, то, что связано с рукоделием, это вообще отдельная любовь, отдельное спасибо. И давайте покажу, что я купила в Леонардо. Я нашла ту пряжу, про которую вам говорила. То, что не могу найти розовый цвет, какой мне нужен, красивый. Вот он он. 20-й розовый. Но почему-то мне уже приходил 20-й розовый. Я его выписывала, и он был совершенно другой. Он был прям яркий-яркий. Скорее всего, или в магазине поменяли этикетку, или что-то теперь. Может быть, там здесь старые запасы с магазина, новые какие-то пришли. В общем, не знаю, с чем это связано. Но вот этот цвет я искала. Нежный-нежный розовый. Тюльпанчики подходят. Для обвязки бусин. И именно из-за него я сходила в Леонардо. И честно скажу, я просто поразилась ценом. В два раза вся пряжа дороже, чем вот там, где я заказываю. Это просто кошмар какой-то. Например, вот этот пехор кожурный. 50 грамм. 172 рубля, кажется. Ну, около 170 рублей. Мне кажется, они просто вот с ума посходили в этом Леонардо. Но я взяла вот этот цвет, чтобы уже больше не искать. Взяла еще цветное кружево. Нашла красивый коричневый. Тоже мне как раз подходит вот под вот этот цвет. Потому что тоже в интернет-магазине пробовала несколько раз заказывать коричневые оттенки. Все не то. Приходит, надо смотреть вживую. И взяла два ириса. Ирис тоже недешево стоит. По 92 рубля. А тут вообще сколько его? 10 грамм всего лишь. Вот как бы нет ничего. Почти 500 рублей я здесь потратила в Леонардо. Ну, это вот... Раньше я этот магазин очень любила. А сейчас, вот знаете, только если прям сильно припрет. Там что-то покупаю. Потому что цены очень дорогие. И вот еще немножко тут фурнитуры. Это маленькие гремелки. Но, если честно, думала, что они будут побольше. Это я заказывала для лошадок-качалок. Вот они наконец-то до меня дошли. Потому что круглая гремелка в лошадку-качалку, она никаким образом туда не помещается. Нужны были плоские. И, ну вот надо еще посмотреть. 15 миллиметров. Мне кажется, что я больше по размеру заказывала. Надо глянуть. То ли мне вообще прислали. Немножко глазок. Кстати, на Алиэкспресс это, наверное, 12 миллиметров диаметр. На Алиэкспресс сейчас идет распродажа. И там цены стали примерно же такие, как были пару месяцев назад. Потому что в последнее время там тоже цены поднялись. И деревяшек чуть-чуть заказала. Это колечки 40 миллиметров на грызунки и бусинки. Бусинки, наверное, 18 миллиметров. Тоже для грызунков. Потому что у нас что-то здесь стало очень дорого. На том же Валбересе деревяшки заказывать. Кстати, про тех, кто пишет, что как можно вообще китайское ребенку. Ребят, да вы думаете, что на том же Валбересе не китайское. Да везде китайское. Потому что соотношение цены и качества у китайцев адекватное. В отличие от того, как у нас делают те же производители дерева. Я пыталась работать с нашими производителями дерева. Во-первых, это в несколько раз дороже. Это даже не в два раза дороже, а в несколько раз дороже. Качество. Я не скажу, что лучше. Нет, оно абсолютно не лучше, чем у китайцев. У китайцев, конечно, да. Если заказывать там самые-самые дешевые колечки, они придут все по, скажем так, зазубренными, не подходящие для изготовления детских игрушек. Там надо тоже смотреть, естественно. Там разное есть качество. И у китайцев тоже есть сертификаты, которые запрашиваются мною. И я работаю вот, например, сейчас с несколькими магазинами. И у них есть сертификаты. Они их вообще без всяких проблем сразу предоставляют, если попросишь. У нас же, во-первых, у российских производителей сертификатов нет. Потому что это все, ну так же, как и я, да, работают. Это самозанятые, которые решили делать из дерева изделия. Сертификатов нет. Ну ладно бы, нет сертификатов. Мне главное – качество. И цена. И вот в этом идет проблема. Плюс, когда я пыталась заказывать у наших, всегда очень долгое, получается, производство. То есть, например, если мне нужно, ну вот колечки, да, мне нужно, например, только в неделе 2-3 ждать, пока они произведут их, а потом еще пока они до меня доедут. Это меня не очень-то сильно устраивало. И куча времени тратится на переписку, и куча денег тратится лишних на почту. Поэтому вот пока что так, пока заказываю с Алиэкспресс, заказываю хорошего качества, заказываю с сертификатами. Поэтому не надо писать. Вот некоторые попадаются в комментарии, что как так вы заказываете китайское, как может быть китайское. Да, на том же Валбересе все китайское практически, все. А то, что российское, вы сами не будете это покупать, потому что оно будет, те же российские деревяшки на Валбересе стоят в 3 раза дороже, чем рядом лежат китайские. Вот на этом, наверное, буду заканчивать видео. Еще раз поздравляю вас с наступающими праздниками. Переходите в группу ВКонтакте, если вам нужны мастер-классы. Кстати, для новеньких, наверное, есть такие, которые не знают, какие у меня есть мастер-классы платные. Это игрушки-тянучки. Лягушка и зайка-лягушка, кстати, побила вообще все рекорды. Ее вяжут, покупают и бабушки, и мамы для своих деток. Мне кажется, что, ну, она да, она привлекает внимание, она яркая, она позитивная. Лягушка и зайка-тянучки, комфортеры, погремушки. Вот в таком плане у меня мастер-классы для деток маленьких. Все, всем спасибо большое. В следующем видео будем уже смотреть новый мастер-класс на жирафа и новую игрушку, соответственно. Всем пока-пока.